БГК Клуб организовал роскошную фотозону. Ее весенние мотивы прежде всего для наших преданных поклонниц, чей праздник дал отмашку началу весеннего настроения. Загреб пожаловал в Брест после напряженных игровых будней, но в составе боевом. Со старта поединка гости намекнули, что совсем не прочь и в Бресте оранжиться очками. То, что привил Бранко Тамше своей команде за короткий период пребывания у руля Загреба, поначалу работало. Хорваты брали скоростью. БГК вызов принял, отвечая тем же. Как итог, ничья к средине тайма 7-7. Однако позже Брест подкорректировал игру в обороне. Перестроение на 5-1 с Джухичем на острие совсем скоро дало результат. Гости все больше начали грешить в завершении. А тут еще и Иван Мацкевич зацепился. Темп атак по-прежнему держим высокий. И к перерыву добываем перевес 4 мяча. 14-10. Второй тайм БГК провел на тех же повышенных оборотах. Хорваты пытаются наладить взаимосвязи и понимание тайм-аутами. Но куда там? Поймавшие волну хозяева были попросту неудержимы. И мячи, на радость прилично заполнившие арену публики, полетели на любой вкус. Отметим аномальность матча на 7-метровые. 13 гонбольных пенальти увидели зрители. У Загреба с точки палил исключительно один персонаж. Златко Хорват. Однажды Пешичу удалось просчитать загребскую легенду. К 53-й минуте после точного броска Шемеевича фактически победа была оформлена. 29-20. В оставшиеся минуты гости лишь незначительно подкорректировали неутешительные для себя цифры. Уверенная и важная виктория БГК. 31-26. Наверное, защиту сегодня больше выиграли, потому что нападение было много потерь. Много не забил, например, я. Вот поэтому, как бы, думаю, за счет защиты. Ну, победа. Финал 4-х Бреста. Поэтому ждем. Сегодня мы попытались использовать наше преимущество физической готовности и факторы родной площадки. Старались изо всех сил держать максимально высокий темп на протяжении всей игры. Особенно во втором тайме. Это и помогло одолеть Загреб. Мы находимся на том этапе, когда каждый матч для нас решающий. Важно было подойти к игре с максимальной обоймой игроков и быть способным рассчитывать на всех тех, кто находился на скамейке. Хочу поблагодарить тех игроков и тот состав, который выступал в первой половине сезона. Нашу молодежь. Ребята достойно заменяли основную обойму в выездных матчах турнира. Очки, добытые этим составом, также послужили основой для нашего выхода в финал 4-х. Спасибо всем, кто был в заявке на Сехолигу и принял в той или иной степени участие в этой маленькой победе. Нашей задачей было попасть в финал 4-х Сехолиги. Понимали, что можно это сегодня решить все. И также понимали, что соперник у нас серьезный. Команда, которая всегда бьется до конца, команда с характером. И у них очень хорошая контратака. Понимали, что это все нам предстоит почувствовать на себе и сложно будет. Ну, как бы выстояли, тоже показали характер, ликвидировали их главное оружие, контратаку. В принципе, сражались до конца, поэтому, я считаю, победили заслуженно. И дальше в финал 4-х будем там бороться. Последний тур регулярного чемпионата определит и полуфинальные пары. Еще любой из трех соперников может стать нашим оппонентом. 13 марта мешковцы сыграют на выезде против Нексе. Во многом и от этого матча зависит, с кем нам играть в стартовый день апрельского финала 4-х.